МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уверяют, тут хоть и глубоко, но абсолютно безопасно. Смельчаков, однако, не очень много. Большинству предпочтительнее просто понежиться на солнышке. Елена с подругами приехала из Полтавской области. Говорит, для нее скала или Серебряное озеро – именно так это место называют туристы. Особенное – женщина отдыхает тут от суеты. – Связи нет. Надо позвонить кому-то. Пошел на гору, поднялся, поболакал. Отключился. Живут прямо на берегу в палатках. – Одеяло. Ну, он прикрыться, подушка. Ну и все. Еду готовят на кострах. – Кусочек сала и мяса. – Засолено. А тут будет чай. – На травах чай. – Кидаем туда лед. – Все, что это. – Цикорь ирваем. Более взыскательные снимают комнаты в Протопоповке. Говорят, цены очень демократичные. От 60 гривен человека. Чтобы туристы не скучали, им проводят мастер-классы и организовывают экскурсии. – Мы можем запропоновать нашим туристам лодку, рыбалку, туристическую поездку на конзавод. – Где только в своей жизни не отдыхала. Но вот именно такого уникального ощущения у меня почему-то нет нигде. Прямо на берегу озера можно пройти курс массажа и даже сделать популярную салонную процедуру пилинг рыбками. В соседнем водоеме их тысячи. – У меня мама начала сюда ездить. И они сделали открытие, что у нас есть в районе такое озеро. У скалы почти столетняя история. После использования взрывчатки в карьере открылись подземные источники. И чашу затопило. По местным легендам, во время Второй мировой войны воду отсюда цистернами вывозили в Германию. Якобы из-за ее уникальных свойств. – Доехать к скале проще всего машиной. Или километр придется пройти пешком от железнодорожной станции Протопоповка. До нее из Александрии ходят электрички. Такой недельный отдых для семьи из трех человек обойдется до четырех тысяч гривен. Наталья Ягусов, Владимир Штенгелов. Кировоградская область. Твой дом.